С вами Megabzor.com. Игра The Last of Us за время существования получила больше переизданий, чем вышла из самих частей. Я с Last of Us в оригинале, к сожалению, не ознакомился. Изучал уже на Last of Us ремастер, брал сам, игра интересная, мне понравилась. Второй ремастер тут так и напрашивался, но второй ремастер у меня был уже примерно 3-4 года назад. Сюжет я начинал, потом забросил и вот перед Новым Годом прошел сюжет, а уже после сделал еще один забег сразу на реализм и невозвратная смерть. Конкретно в Last of Us с по 2 ремастером мне был интересен новый режим, это нет возврата, но в этом его я прошел полностью и хочу поделиться общими впечатлениями. Основной сюжет и дополнение с реализмом полностью перенесен. Здесь дополнен только ряд материалов, есть дополнительные главы. Я, честно скажу, не смотрел, потому что, во-первых, недавно прошел, возвращаться пока не очень интересно, возможно в будущем. Для тех, кто приобрел ее ранее, вместе со стартом игры, там стал доступен патч, 10 долларов стоит или 150 лир. Но единственный нюанс, если, например, в турецком сторе, то игра должна изначально у вас там находиться. Если игру вы брали на русский аккаунт, то обновиться в турецком не сможете, нужно будет покупать целую версию. Но те, кто успел, как раз не успел, точнее, пройти игру, могут вполне насладиться сюжетом. Здесь графика действительно подтянули, больше деталей стало, увеличили разрешение. Есть два режима, 2К с 60 кадров и 4К с 30 кадрами. На телике OLED с HDR смотрится вообще шикарно. Я сравнил ту и ту версию, разница заметна. И играть, конечно же, в ремастер приятнее будет. Здесь же теперь используются еще и особенности DualSense. Можно повысить информативность при работе с оружием. Ну и стоимость, как мне кажется, если брать именно 150 лир, вполне разумно. Возможно, вы купили, например, предыдущую часть со скидкой, и как раз вот сейчас есть возможность визуально ее улучшить, если у вас PlayStation 5. Но в дальнейшем, конечно же, тоже есть нюанс, что разработчики именно режим вот этот безвозврата дополнять не будут. Контентом он наполняться не будет, новых локаций там не будет, персонажей не будет, внешек не будет. То есть вот он как вышел, так и останется. Сам режим предлагает у нас 10 персонажей, два из них вы получаете сразу, это Эби и Эли. Остальные открываются по мере выполнения испытаний. То есть, например, за Эли и Эби нужно пройти по два захода. После этого открывает следующий персонаж, у него три, у следующего четыре, потом пять, и вы так постепенно открываете. Это две разные стороны, и у них есть четыре героя, которые вот в ходе сюжета были спутниками их, они вместе, соответственно, в одной команде так называемой. Здесь каждый боец имеет свои сильные и слабые стороны, а также есть отличия в наборе оружия, которыми располагают. Среди них, например, можно будет поиграть за Джоэла, если вам не хватило в Last of Us по два времени, которое выделяется. За брата можно поиграть. Мне понравился вариант за Яру, там есть интересная механика, когда у вас постоянно будет спутник. Он есть и с рядом других персонажей, но там это рандом, то есть можно просто встретить, а можно не встретить. А здесь вот именно каждый бой у вас будет дополнительный напарник, которым можно, соответственно, его усилить, он будет тоже помогать, убивать. Это, конечно же, Роуклайк, и игроку необходимо совершить забег, состоящий из нескольких этапов. И если вы терпите неудачу, вас откидывает назад, вы возвращаетесь на базу. Но на базу вы также будете возвращаться для прокачки оружия, умения и небольшой лавки. Там в зависимости от персонажа тоже, естественно, набор умений меняется, оружие тоже набор меняется, можно покупать, тратить. И вы как раз вот за успешное прохождение каждого этапа будете получать три варианта валюты. На опыт, на магазин и на апгрейд пушек. По самим забегам есть у нас возможность в некоторых местах выбирать два направления. Там это, по-моему, две развилки, и суммарно к концу уже расширяется до четырех. В некоторых моментах можно посмотреть, какой это тип боя будет идти. В некоторых нельзя, там есть режим такой вот скрытности. И вы можете примерно для себя составить маршрут до финала, как вам удобно. То есть здесь это более-менее открыто. В самих боях у нас помимо типа боя меняется еще модификатор. Например, бывает, что противники взрываются, где-то быстро бегают, у кого-то бывает усиленное здоровье. Есть еще фото-режимы. То есть для разнообразия тут достаточно хватает. Режимов, по-моему, если не ошибаюсь, четыре. Там есть необходимо сейф за ограниченное время вскрыть и убить всех противников на карте. Есть атака, охота, точнее, когда просто за определенное время будет идти постоянно волна бесконечная, и вам нужно выживать или убивать всех. Есть защита вашего союзника. Есть штурм, когда на вас будут нападать волнами. По-моему, вот эти вот основные режимы. И в конце будет ждать босс. Там шесть боссов. Есть два вида топляков. Есть крысиный король. И есть два вида со стороны людей. Там один среди, по-моему, наемников и один среди сектантов. Там пары, и они работают. Люди, как мне казалось, попроще. Когда вы будете бороться, например, с тем же крысиным королем, там очень ограниченный участок. И в режиме особенно максимальной по сложности реализм достаточно сложно. Мне в сюжете было проще его убить, чем вот в этом ограниченном пространстве. Сам режим здесь у нас не бесконечный. На полный доступ ко всему контенту я потратил где-то, по-моему, два вечера. Остальное просто делал попытки. Там есть еще дополнительный режим. Вот в рамках этого нет возврата. Когда еженедельно вам из десяти бойцов девять блокируют. Остается один боец и уже конкретный босс. И у вас только один шанс пройти все это. Есть отдельно на этом трофей завязан. Даже два. Один на любой сложности и один вот на реализме. Но на реализме тяжело. Большинство боссов вас с одного пропущенного удара отправят в аут. И вы будете ждать, собственно, сутки для того, чтобы попробовать еще раз. Это не рандом. То есть у всех игроков, которые будут играть в этот день, будет именно этот боец, именно этот набор испытаний и именно этот босс. Вот тут я сделал, по-моему, в районе пяти попыток. Но вот сегодня успешно закрыл. Мне этот режим понравился. В плане реиграбельности, мне кажется, есть здесь интерес. Она достаточно динамичная. Можно как раз вот для себя сделать испытания. Вы прошлись, побегали. Как сессионный такой вариант. Здесь все отлично. И мне понравилось то, что разработчики не стали искусственно усложнять это, увеличивая время на прокачку. То есть здесь искусственно ничего не тормозят. Вы все получаете и просто наслаждаетесь режимом. Нет такого, что там по 100, по 200 раз, как у некоторых конкурентов, нужно проходить этот режим. Мне режим понравился. Лично я не пожалел о потраченном времени и ресурсе. Но если покупать игру полностью, вы пропустили, например, Last of Us по 2, то тут можно задуматься. Стоимость пока без скидок высоковата, вполне можно подождать. Хотя игра на самом деле интересна. Да, там спорный сюжет, да, есть повестка, есть такие вот спорные сюжетные решения. Но сама игра, как мне кажется, шикарная. И по наполнению, по сюжету. Лично я от нее получил удовольствие. Last of Us по 2 ремастер будет интересно обсудить с вами. Лайк, подписка, приветствую. Пока-пока.